здравствуйте друзья у нас вопрос такой я сказал технократического футуристического плана значит человек говорит вот с начальником поговорил там человек разумный начальник говорит вот сейчас автомобили начнут делать это как бы уже недалекое будущее они собственно уже сейчас ходят там отлаживать автомобили которые управляются компьютером и собственно живой водитель как бы человек живой будет конфликт входить с компьютеризированным автомобилем потому что его поведение так сказать менее предсказуемо поэтому живу водитель сыскать вот нормальный человек за рулем будет представлять некоторую угрозу и придет к тому что может быть вообще запретят чтобы люди водили с другой стороны вроде бы люди могут реагировать на внештатную ситуацию компьютер не может вот как с этим быть и так далее я эту дискуссию по поводу того что скоро запретят вождение что-нибудь так году в 2030 35 я эту я эту хохмочку уже слышал то есть это обсуждается сейчас то ли законопроект какой-то есть то ли где-то кто-то сказал и все стали обсуждать я не знаю мне это не не близко но но и именно этот этот аспект я слышал значит было обсуждение вот кто надежнее получается так что в каких-то ситуациях человек наверное надежнее но в общем и в целом значит надежнее все-таки компьютер с учетом того что систему отладят там приведут соответствие со всеми делами там и так далее то есть среднестатистически получается компьютер как бы надежнее и наверное это имело бы смысл через какое-то время сделать я ту дискуссию которая вот американская сейчас идет там немножко дальше идет рассуждение там говорят о том что вообще автомобиль не надо будет иметь в личной собственности то есть ты там вызываешь ну скажем там нажатием кнопочки вызываешь или там как-то еще более закручено вот тебе нужно куда-то ехать ты нажимаешь кнопочку подъезжает к тебе автомобиль который принадлежит ну вот какому-то такому знаете автомобиль из сервис да вот есть софтвер из сервиса есть автомобиль из сервис вот такая компания таких вот электрических такси подъезжает к вам машинка вы в нее садитесь сзади там и спите себе она вас ведет а вы ей только там вводите куда вам надо и что по идее должно к этому прийти мы со светланой когда значит обсуждали это я это мысль очень понравилось потому что например вечером из гостей писать сколько народу мог там выпили у них проблем там и допустим они не выпили из-за того что потом за рулем сидеть вот и соответственно в темноте водить по горам водить там где фонарей нет в темноте там же по горам да еще и в темноте знаете как то есть стрессово и я уже не говорю про например категории людей с повышенным риском совершения аварий то есть это молодежь особенно вот подростковые такие ребята значит это молодняк это люди с какими-то заболеваниями это люди пожилые ведь и сколько аварий пожилые люди совершают вот от того что там уснул за рулем даже вот он может быть он не работает а как-то вот по возрасту а бывает просто устал и уснул за рулем и так далее так далее так далее поэтому есть масса ситуаций в которых удобно вот значит можете сказать конечно а как же вот если человек любит там сел за баранку пошел крутить туда газку поддал там как же быть со всеми этими поршами да вы я не знаю вот скоростными так сказать турбо шмурба и тогда ну так вот поехал на трек вот тир мы же не ходим с пистолетом по улице не стреляем мы идем в тир можешь там взять на прокат там у них много чего есть вот а можешь с собой принести тоже можно вот у кого чего значит поэтому люди не стреляют а было время с собой носили там могли пострелять день там баночки на заднем дворе а сейчас нет в час ходе стрелять в тиро точно так же будут делать это значит кататься на машине если кому хочется это может перестанет быть таким вот массовым развлечением сейчас вы смотрите и что еще происходит эти дроны которые должны доставку делать товаров представляете участок на машине до везут а сейчас вот уже есть дроны их испытывают и получают всякие лицензии пермиты и так далее это вопрос просто но вот ну даже не завтрашнего дня в том смысле что завтрашний день там может занять несколько лет нет нет это все быстрее вот эти дроны и они садятся во дворе потом отходят вверх вверх как стартует я не знаю детали как они там значит свои операции совершают но это тоже абсолютно вот как бы современное такое и и вот она вот-вот на к на кончике пальцев вот сейчас сейчас все будет поэтому запретят ли при этом нормальное вождение я думаю что с учетом того что нормальное вождение такое традиционное как сейчас будет статистически на порядке более опасных вот то наверное запретят но не сразу во первых во вторых я думаю что даже будучи на порядке более опасным она может оказаться на самом деле намного ниже порога да то есть если ты на намного опаснее чем что-то стремящиеся к нулю так может она не так опасно не знаю посмотрим значка как дело пойдет но вполне я дусь а я не вижу в этом абсолютно ничего невозможного и ничего неправильного при определенном развитии технологии вот мы же летаем на самолетах представьте себе вот сто лет назад да что там было у нас значит тысяча девятьсот пятнадцатый год идет первая мировая война вот представьте себе самолетостроение тех лет летчики это смертники какие там пассажиры господи летчик тогда как я не знаю сейчас космонавтом быть менее опасно чем тогда летчику поэтому ведь как весь мир и переменился сегодня мы садимся в смотрю засыпаем на голову не берем на бофе я уже не говорю там про такие более традиционные вещи которые изменились кардинально когда поезда скоростные идут с чудовищными скоростями там и так далее то есть много много чего меняется да и автомобиль который мы сегодня будем разве это можно сравнить с тем что было не то что 100 даже 50 лет назад это это же несравнимые совершенно устройство по безопасности по как сказать по потреблению по экологии горючего по экологии там и так далее так далее так далее поэтому почему нет я лично во первых не вижу почему нет во вторых я плакать не стану хотя я как бы с удовольствием сижу за баранкой но хочу сказать что для того чтобы это было безопасным значит мне приходится делать много разных вещей в частности избегать определенных рисков кроме того некоторые вещи для меня совершенно невозможны например я все время там говорю свете давай сядем в машину и поедем там через всю америку да вот поедем мне очень хочется и она говорит все бы ничего она говорит но понимаешь там если моложе там на 20 на 30 лет а как ты значит ты едешь ты устаешь у тебя значит там теряется внимание начинаешь засыпать за рулем отекают ноги там я не знаю ну ну реально вот что на что происходит с человеком если он едет там несколько суток но хорошо молодой и и даже молодому гораздо лучше чтобы в машине было там два-три водителя чем он допустим в одиночку бы гнал через всю страну понимаете так что значит ты просто не делаешь какие-то вещи связанные с вождением просто потому что это слишком опасно для здоровья в частности вот вот собственно и все значит если можно будет как чтобы система управлялась кем-то да ты сидишь смотришь по сторонам болтаешь газетку читаешь там еще что-то я знаю там сейчас газетки не читают сейчас там на планшетниках там youtube смотрят на я не знаю по разному вот поэтому совершенно другое качество жизни так что я я думаю это неплохо это в общем дай бог чтоб так и было так я бы так сказал счастливо